Доброе утро всем! Приятно видеть вас здесь всех такими бодрыми, с Библиями в руках. Если у вас нет их, я призываю вас к покаянию прямо сейчас. Она держит Библию здесь, хвала Господу. Я большой сторонник того, чтобы вникать в Слово. Есть ли Аминь на это? В Слове Бог раскрывает себя на невероятном, интимном, близком уровне. Я читаю из шестого тома «Свидетельств для церкви» страница 393. Библия — это голос Бога, доносящийся до нас, как если бы мы могли слышать его собственными ушами. Если бы мы поняли это, то с каким благоговением открывали бы Слово Божие и с каким усердием исследовали бы Его наставления? Чтение и размышления над Писаниями воспринималось бы как аудиенция у безграничного. Разве это не сильно сказано? Сегодня утром у нас будет аудиенция у Бога. Вау! С самим бесконечным. Я думаю, что большая трагедия, что план спасения очень сильно сбивает людей с толку. Многих людей. Хотя на самом деле он прост, ясен и понятен. И вся слава должна быть отдана Богу. И от нас в Нем ничего не должно быть. Если увидите, что я когда-либо превозношу Билла на этой неделе, немедленно упрекните меня. Я хочу возвысить Иисуса перед вами. Так, чтобы вы могли увидеть Его во всей Его красоте. Сегодня утром мы собираемся покопаться в римлянах. Готовы ли вы немного покопаться? У меня только одна просьба. Пожалуйста, не сидите сегодня утром в одиночестве. Сидите по группам, по два или по три человека. Я подожду минутку, пока вы будете действовать, соответствуйте со своей верой в этом отношении. Те, кто сидит в одиночестве, теперь будут держать нас всех, пока вы не сдвинетесь в место. Вам нужен кто-то, чтобы поделиться словом этим утром. Кстати, я довольно упрям в этом. Так что пришло ваше время. У нас все еще есть люди, которые не сдвинулись в место. Молитесь за них, чтобы они передвинулись. Вас ждут хорошие новости. Колесницы едут. Я был на лагерном собрании в Айдахо. Там была аудитория с тысячей человек. Я учил принципам построения духовного тела из первого послания Коринфянам, 12 глава. Я разделил весь зал на группы по 12 человек, сидящих на стульях кругами и смотрящих друг на друга. Одна женщина повернула свой стул в другую сторону и села спиной к кругу. Посылая отчетливое сообщение, я так себе думаю. Это было в центре зала. Весь зал мог видеть эту женщину. Это был упорный акт неповиновения. А я вот здесь, на сцене, хотя я ненавижу это. В любом случае, все задавались вопросом, что я буду делать. Поэтому я покинул сцену. Поверьте мне, я справлюсь с этим вызовом. Я шел по центру зала. Она видела, как я иду. Она знала, что я иду к ней. Когда я приблизился к ней, она сказала, ты ничего не сможешь. Сказать, чтобы заставить меня повернуться на стуле. Я так сижу и буду сидеть. Я подошел к ней и прошептал ей на ушко, чтобы никто не слышал. Меня сказала, я даю тебе 60 секунд, чтобы ты повернулась на стуле. И если ты откажешься, я упаду на колени и самым громким евангельским голосом помолюсь об обращении твоего жестокого, упрямого сердца. она посмотрела на меня. Она сказала, ты не сделаешь этого. Я сказала, я сделаю. Именно так. Будь уверена. Она повернулась на стуле. Весь зал смеялся до упаду. Она подошла ко мне позже. Она сказала, я встретила в тебе свою пару. Я сказала, нет, ты встретила Бога. Бог хотел, чтобы ты сделала что-то невероятное на благо других. Дело бы не во мне, а в библейском принципе, что мы должны попытаться стать единым, целым, во славу Божью. А вы отправляете сообщение. Она сказала, я каюсь. Я сказала, хвала Господу. И после этого мы стали хорошими друзьями. Другими словами, не дави на меня. Я сын моей матери. Если бы вы знали мою маму, вы бы все поняли. У меня очень активная мать-евангелистка. Ей 92 года. Она все еще проповедует, все еще учит, все еще полностью независимо и все еще является серьезной головной болью. Она поехала в эту поездку на данный момент, которую я называю праведностью диеты. Так или иначе, она звонит мне время от времени, потому что она убеждена, что 144 тысячи никогда не съедят кусочек сыра. Она время от времени звонит мне и говорит, ты ел сыр на этой неделе? Я говорю, мама, позволь мне сказать тебе кое-что. Я даю тебе право задать мне этот вопрос, если ты можешь доверить меня, что ты не выпила чашку кофе сегодня утром. и в телефоне гробовая тишина. И я говорю ей, ты настолько большой лицемер, ты выпила чашку кофе и спрашиваешь меня о кусочке сыра. Направь свои глаза туда, где они должны быть, направь их на Иисуса, пожалуйста, пожалуйста. Это наша пища для размышлений этим утром. Откройте вместе со мной ваши Библии Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. О нет, до послания Римлянам 5 глава у меня есть в одной стих. Извините, к Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава. Известный стих. Стихи 8 и 9. Вы все их знаете. Ибо благодатью вы спасены через веру и даже что? Относительно чего? Когда он говорит даже в отношении чего? Веры, да, в отношении веры. Даже вера не от вас. Это дар Божий. Не от вас, чтобы никто не хвалился. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Почему мы не слышим это? Почему мы так тупоголовы, что не слышим, когда Бог говорит не от дел, чтобы никто не хвалился. Конечно, есть дела, но это не дела спасения. Они не спасают нас. Они плод спасения в нашей жизни. Большое доказательство того, что мы спасены, конечно же, в наших делах. Но очень много все еще таких упертых, включая мою собственную святую маму, они смотрят на то, что они делают, а не на то, что делает Иисус. Я собираюсь изложить вам первые из трех вещей, которые выйдут на этой неделе. У меня есть только три, чтобы сказать вам на этой неделе. Я, наверное, должен сейчас... И первое, что я хочу сказать вам, а затем мы собираемся усилить эти усилия и подтвердить библейские, это то, что очень-очень сложная вещь, чтобы сообщить, но еще сложнее начать практиковать ее. Если это произошло с Иисусом, Бог считает, что это произошло со мной. Подойдите ближе. Подойдите ближе. Здесь есть места. Это лучшие места. Мы держим наши самые сложные вопросы для этих мест. Не сомневайтесь. И если это произошло с Иисусом, Бог считает, что это произошло со мной. Слабый. Слабый ответ. Я уже начинаю чувствовать слабость. В большинстве мест, куда я хожу, нужно сказать что-то три-четыре раза, чтобы получить достойный ответ. Я надеюсь, что здесь двух может быть достаточно. И я хочу повторить это в третий раз. И если это произошло с Иисусом, Бог считает, что это произошло со мной. Аминь. Аллилуйя. Потому что Бог возложил решение проблемы греха на Иисуса, а не на меня. я не собираюсь тратить свою жизнь на то, чтобы смотреть, как хорошо я поступаю. Или, не дай Бог, как хорошо или плохо поступает кто-то другой. И я собираюсь провести свою христианскую жизнь, глядя на то, как хорошо Иисус поступил и поступает. В этом секрет понимания спасения. И вы знаете, что передать — это самая большая проблема в мире. Самая большая проблема в мире. Потому что люди хотят смотреть на свои собственные человеческие качества и усилия. И если у них этого не совсем хорошо получается, тогда всё, погиб. Если я поступаю лучше, тогда я спасён. И истина в том, что не то, насколько хорошо я поступаю, это лакмусовая бумажка. Истина в том, насколько хорошо поступил Иисус Христос в подобии грешно-человеческой плоти. Я должен покаяться за свои первые 20 лет служения, за то, что не приводил людей к пониманию этого. Это очень серьёзно, как для проповедника. Вы знаете, это мой 49-й год служения. В этом году и я взволнован больше, чем когда-либо в служении. Я серьёзно больше взволнован, потому что эти вопросы прояснились. Слава Богу! Теперь я сосредоточен только на Иисусе и больше ни на чём. Если это произошло с Иисусом, невероятно, потому что Бог принял Иисуса как вашу полную замену в этих вопросах. Он возложил полное решение проблемы греха на Иисуса. Теперь я провожу свою жизнь по благодати Божьей, стремясь каждый день быть во Христе. Не стать Христом, но быть во Христе. Потому что если это произошло с Ним, Бог говорит, что это произошло со мной. Если Иисус умер для греха, хорошая новость в том, что я умер для греха. где это? Где? О, идет дождь, который может быстро высохнуть. Если Иисус умер для греха, это не имеет ничего общего с тем, что я чувствую, когда просыпаюсь утром. верой и я принимаю себя мертвым для греха. Потому что мой божественный заместитель умер для греха и Бог принял его вместо меня. Почему я не могу перейти этот мост и начать верить вместо того, чтобы как-то проводить свою жизнь, пытаясь произвести впечатление на Бога, что я заслуживаю спасения, потому что истина в том, что я этого не делаю. Во мне нет ничего, что делало бы меня восхитительным, кроме моей большой потребности в Иисусе. Ведет ли это ко Христу? Я надеюсь, что да. Ибо благодатью вы спасены. И даже это есть дар Божий. Это сто процентов Бог. То, что Он сделал для меня, то, что Он делает во мне, и что Он в конечном итоге сделает через меня. Это все Бог. И я никогда не буду в состоянии, даже в конце моей жизни, поднять руки и сказать, Господи, Господи, посмотри, что я сделал для Тебя. Потому что Он скажет мне, что Он скажет мне, отойдет меня, делатель беззакония, никогда не знал Тебя. Это уникальное слово. Я никогда не знал вас. Пожалуйста, никогда не попадайтесь на эту ловушку. Это не я, это не вы. Это Бог внутри нас. Поэтому Он достоин всей славы. Итак, сегодня утром мы отрамляемся в захватывающее путешествие. Это путешествие, в котором говорится, чтобы благодатьем мы были спасены через веру. И большая часть нашей церкви со всех сил пытается поверить в это. Мне трудно в это поверить. Я знаю, как много людей, которые все делают правильно. Я называю их глупые девы. Некоторые из них заботятся о субботе. Некоторые из них, как моя дорогая святая мама, заботятся о каждом кусочке, который они съедают. На самом деле, они оценивают свои шансы на успех или чьи-то еще. Это настолько фатально. Некоторые сузили свой образ жизни. Вы бы назвали их очень нравственными людьми. Но они не знают Иисуса. У них нет близких отношений с Иисусом. И в этом то все и дело. У меня было приглашение от церкви в Манхеттене, Нью-Йорк. Я городской парень. Так что Нью-Йорк это одно из моих любимых мест. Это церковь на Востоке. Они позвонили мне однажды и сказали, мы хотим, чтобы ты приехал на выходные. Я сказал, хорошо. Они сказали, мы необычная церковь. Я сказал, хорошо, аллилуйя. Мы не хотим, чтобы вы задавали обычные вопросы. Мы хотим, чтобы нам бросили вызов. Я сказал, вы серьезно? я облизывал губы, у меня текла слюня от такой перспективы. мы хотим серьезных вопросов, мы хотим серьезно копать. Я сказал, хорошо, я верю, что справлюсь с этим. Они сказали, мы хотим, чтобы вы провели церковное служение. Мы выделяем два часа на служение. Я сказал, и это все? Они сказали, надеюсь, мы хотели бы, чтобы вы говорили о десяти девах. Я сказал, ой, я буду очень рад. Я начал проповедовать о десяти девах, и мы пришли к мысли, и я бросил ее им. Вы когда-нибудь считали оксюморон глупых дев? Это выражение, глупые девы. Я имею в виду, подумайте об этом. Действенность это положительное или отрицательное? Очень положительный символ. Глупые девы. Я сказал, кто-нибудь разбирается в этом? Они все сидят и смотрят на меня? Я говорю себе, это простой вопрос, как они собираются справиться с трудным? В любом случае, этот маленький ребенок, сидящий на переднем сидении со своей матерью, ему было около 7 лет, он поднимал руку, а мать продолжала дергивать ее, она была спущена, я сказала, пусть говорит, это большой момент, этот паренек смотрит на меня широкой улыбкой на лице, и он мне говорит, глупые девы, это бестолковые добрые люди, я подумал, вау, так и есть, уста младенца глаголят истину, это был очень смиренный момент для прихожан, которые считали себя настолько интеллектуальными, бестолковые добрые люди, пожалуйста, не будьте бестолковыми хорошими людьми, потому что любое доброе в нас это не от нас, это все от Бога, вы знали это? Все доброе, хорошее, совершенное приходит свыше. Теперь мы можем вернуться в пятую главу римлянам, после небольшого введения римлянам пятая глава. Давайте сейчас попробуем Павла, я большой поклонник апостола Павла, насколько он глубокий мыслитель, подойдите сюда, у нас еще одно горячее место здесь, подходите, наш брат здесь будет приветствовать вас, он тоже смело сделал этот ход, мы соединим вас двоих, хорошо? Мы надеемся, что ваш друг не был восхищен. О, у нас есть еще кто-то, ты, наверное, не понял, что не можешь сидеть в одиночестве сегодня этим утром. Не хочешь ли прийти сюда присоединиться к ней, это было бы хорошо, спасибо, идите сюда в первый ряд, эта дама всегда улыбается, так что теперь мы проверим эту улыбку. Римлянам 5 глава стих с 1 по 10. Ваше первое задание, я знаю, вы пришли с лопатами в руках, вы хотите начать копать в слове, верно? Это было немного слабо, верно? О, аллилуйя, хорошо. Мы только что прочитали Ефесянам 2 главу, и так благодатью вы спасены через веру. Итак, изучите эти 10 стихов и определите для меня 4 характеристики людей до или после того, как они получат милость Бога. Это человеческие характеристики, это человеческие условия. Мы могли бы так сказать, 4 условия, которые я собираюсь написать здесь. 4 условия до и по мере того, как мы получаем благодать Божью. Это описательные слова, но это очень интересные слова. Кстати, сегодня утром мы нарушим все традиционные правила. Мы собираемся дать мужьям специальное разрешение на то, чтобы они могли свободно общаться со своими женами и говори с человеком, который сидит рядом с вами. Поэтому, пожалуйста, не более трех человек вместе. Если вас больше трех, разделите на два, пожалуйста, по двое или по трое вместе. Нам нужен кто-то сейчас, чтобы общаться в слове. Можем ли мы переместить вас, две дамы вместе сюда, можем ли переместить вас вместе, чтобы у нас было хорошее общение? Спасибо. Да, кстати, небольшой намек здесь. внимательно послушайте это. Если человек, сидящий рядом с вами, отказывается говорить с вами, пожалуйста, вскочите и переместитесь. Мы хотим, чтобы у вас был хороший опыт обсуждения во время этого занятия по изучению Библии. Спасибо. Четыре описательных слова или условия, которые описывают людей до или после того, как они получили милость Божью. Вера не является человеческим условием. Ну же, человеческие условия. Аллилуйя. Говорите со своим партнером. Говорите со своим партнером. продолжайте копать. Немного глубже. Немного глубже. Нет, это не человеческий атрибут. Это божественный атрибут на самом деле. Вера, помните, мы только что прочитали, откуда она приходит. Это дар Божий. Давайте отойдите от божественных атрибутов и посмотрите на человеческие характеристики и условия. Он хочет говорить с вами. Слава Богу. Я пропустила этот момент. Я вижу, вы сказали что-то там справа от меня. Хорошо, хорошо. О, вы на хорошем счету. Посмотрите на это. Хвала Господу. Аллилуйя. Мы не ожидали ничего меньше от этой группы. Потому что вас очень обличили. Хвала Господу за это. О, вы нашли пять. Это не человеческая характеристика. Мы используем стихи, которые говорят об этом. они подразумевают. Они не говорят о человеческом свойстве. Их там нет. У меня было много групп работающих над этим, но мы можем получить только четыре из них, что достаточно интересно. Подойдите поближе. Здесь прекрасные, красивые, лучшие места. Может кто не будет прочитать это? Пожалуйста, продвиньтесь вперед, чтобы мы могли увидеть это. До конца 30 секунд. Это был хороший ход для тебя. скажите снова. у нас здесь отличные места, вы их не видите. Какая же эта трагедия? Не думаю, что это позволит вам сорваться с крючка на минутку. Уже лучше? Давайте обратим ваше внимание. Пожалуйста, послушайте внимательно. Вчера в 11 часов я пообещал, что позвоню Брайану и Гуэн, потому что мы встречаемся в 11 часов вечерами, болтаем. Они были первой парой, которую я встретил, когда они пришли на кемпинг. И с тех пор они были такими дружелюбными, что я подумала. Я предоставлю им первую почетную привилегию вести нас в слово этим утром. Он не думал, что я серьезно отношусь к этому. Но я только хотел, чтобы вы прочитали один стих из Священных Писаний. Встаньте, пожалуйста, прочите один стих и сделайте только одно замечание. Будьте очень осторожны, потому что здесь может быть стих, в котором есть два пункта. Мы хотим поделиться хорошими вещами с окружающими. Итак, если вы не возражаете, встаньте, прочите только один стих из этих десяти стихов и сделайте один пункт относительно состояния людей до или после того, как они получают благодать в Божью. В каком состоянии они находятся? Нет, это не человеческая характеристика? Нет. Это Божественный атрибут. На самом деле надежда и вера и всё такое это Божий дар. Вы приблизились к человеческим характеристикам в своих блужданиях? О, аллилуйя! Какой отличный ответ был. Я хочу сказать вам кое-что. Это всегда является хорошим советом, несмотря ни на что. Давайте прочите нам стих, в котором есть грешники. О, аллилуйя! Немного повернись, Брайан, чтобы весь мир мог это услышать. Грешники, отлично, спасибо большое. Пока мы были ещё грешниками, Христос умер за нас. Отлично. Я думаю, ты сделал хорошее начало. Хорошо, давай пригласим сюда кого-нибудь ещё. Я должен начать с тех, чьи имена я знаю здесь. Поэтому Билл и Бонни ещё на пара. Я должен знать. Ты встанешь и поделишься с нами. Прочти нам только один стих и сделай одно замечание. Пожалуйста. У тебя даже микрофон к тебе подходит. Спасибо. стих шестой. Ибо когда мы были ещё немощны, в своё время Христос умер за нечестивых. Один момент. Нечестивы. Нечестивы. Хорошо. Отличные замечания. Нечестивы. Христос умер. Обратите внимание, как смерть Христа приближается каждый раз. В то время, как мы были грешниками, Христос умер за нас. Здесь у нас есть Христос, умирающий за нечестивых. Джейм, ещё один имя, которое я знаю здесь. Хорошо. Встань и поделись с нами. Бессильный, беспомощный. Это то качество, которое я видел здесь. Итак, ты сказал «бессилы». Это один из бит перевода. У тебя там тоже беспомощный. Итак, «бессилы», беспомощный, другой перевод. Бессильный. Превосходно. Бессильный. Очень хорошо. Спасибо. Вау. Бессилы. Вы это услышали? Пока мы были бессилы. Пока мы были беспомощны. Пока мы были бессильны. Если вы когда-либо сомневались в том, что милость Божия абсолютно свободна и безусловно позволит этим словам проникнуть в вашу душу. Эта благодать Божия изливается сейчас на каких людей? Бессильных, слабых, нечестивых. Вау. И если бы мы поняли это, наши церкви в субботу были бы заполнены нечестивыми грешниками, которые ищут ответы на свое нечестие. Но, к сожалению, я хожу в церкви, которые, если бы я был действительно безбожным человеком, я бы не чувствовал себя таким желанным там. Последняя церковь, в которой я был пастором, была церковь в Лас-Вегасе, штат Невада. Интересный переход из Новой Гвинеи в Лас-Вегас, из одних джунглей в совсем другую местность. И я усвоил там несколько ценных уроков, потому что у меня было введение служения в этом месте. Я выбрала Лас-Вегас сознательно, потому что это был самый быстрорастущий город в Соединенных Штатах. Я сказал, как я могу потерпеть неудачу в росте церкви в городе, который является самым быстрорастущим в стране. Он оказался очень хорошим городом для жизни, потому что у нас было там очень ориентировано на семью церковь с большой школой, что делало его еще более привлекательным, но ее введение работы на улице было немного омрачено отношением к членам церкви, которые знали, что я хочу работать на улице среди всех этих грешников, этих нечестивых людей. Они позвонили в конференцию, я серьезно, и доложили обо мне. Но в церкви был один старейший, на который развязал мое видение, поэтому мы тайно начали служение на улице у стрибаров. Это был первый раз в моей жизни. Я сделала что-то, не сообщая церкви, что я делаю. Мы вышли в полночь, к этому стриббару. Мы начали обращаться с проститутками, наркоманами, алкоголиками, игроками, всеми этими людьми, на которых Бог так щедро изливает свою милость. Однажды ночью шел наш первый новообращенный. Ей было 27 лет. Она была молодой замужней проституткой. Я знал, что большинство проституток здесь были молодыми замужними женщинами из Южной Калифорнии. Их мужья посылали их, чтобы пополнить семейный бюджет. Невероятно. Эта девушка была одета в самую мини-юбку из мини-юбок. Это было в эпоху мини-юбок. Мы сели на бордюр, на эту блестящую полосу движения, проходящие мимо. Нас едва было слышно. Я сказала ей, ты знаешь, может быть, мы должны перейти куда-нибудь внутрь, хотя внутри тоже довольно шумно. Она сказала, я знаю одно место. Это в дискобаре. Я сказала, я вырос в дискобаре, они самые шумные из всех. Она сказала, позади этого бара есть звуконепроницаемая комната. Мы можем войти туда и спокойно поговорить. Я сказала, хорошо, давай сделаем это. Мы отвели эту молодую проститутку в звуконепроницаемую комнату. Мы сидим за столом втроем. Мы начали делиться с ней благой вестью. И тут вошла пара наших членов церкви. Это один из тех замечательных моментов в жизни. Знаете, они смотрели на пастора и пресс-фитера, сидящего там с этой проституткой. Я знал, что происходит в их маленьких умах. Поэтому я подумал, мне лучше первым заговорить. Поэтому я ухмылился и сказал им, привет, ребята. Я знаю, что я здесь делаю. Как насчет вас, ребята? Я очень быстро убрал ветер из парусов. Но пошли слухи, что это стрип служения идет полным ходом. Все испортилось очень быстро, потому что молодая женщина решила, что хочет прийти в церковь. Я сказала, не могли бы вы подумать об удлинении юбки, потому что у нас буквально есть люди в нашей церкви, которые могут перевернуться на скамьях. У них может быть остановка сердца. Я не преувеличиваю. Это была очень консервативная церковь. Она сказала, хорошо. И я думаю, что она добавила один дюйм к юбке. Итак, я начинаю проповедовать, и вдруг она появляется в дверях, она помахала мне, подняла руки вверх вот так. Это было довольно драматично в нашей церкви. Она шла по центральному проходу. Церковь была полна народу. Она должна была пройти весь путь до самой сцены. Это было очень драматично, поверьте мне. Когда она шла по центральному проходу, ее губы двигались. Не знаю, я один это заметил, но я смотрел очень внимательно. Я мог видеть, что она говорила спасибо тебе, Боже. что вытащил меня из этого и привел сюда. Эти святые повернулись друг к другу и сказали, они сказали, что она здесь делает. Ей здесь нечего делать. Когда я пожимал руку у двери, очень много людей говорили мне, пастор, мы ценим ваше рвение, но у нас есть определенная репутация, которую нужно поддерживать. Я сказала, да. Вы делаете очень хорошую работу по защите этого. Я вижу, что это за репутация. Это такое законничество, такое сужение, такое отсутствие любви. Вот грешник, впервые получающий благодать, а святые обижаются. Это одна из самых больших проблем в моей жизни. Оставаться пастором в церкви, где благодать Божья вызвала противление, потому что грешник был обращен. Иногда эти внешние вещи не меняются за одну ночь. Это занимает много времени. Она стала нашей первой новообращенной. В настоящее время она возглавляет стрип-служение в Лас-Вегасе. Ее муж развелся с ней через две недели после того, как она обратилась в Веру. Он пришел ко мне в офис и сказал, что собирается выбить незумы, чего бы это ни стоило. Я держался подальше от него. Ну, так или иначе, она встретила молодого человека там же и привела его ко Христу. Я имел честь объединить их в браке. И они слушат Бога теперь вместе. Но я получил ценный урок. Почему мы должны обижаться? Потому что Бог настолько щедр. Это как старший брат и блудный сын, не так ли? Он злился, что его брат вернулся. Но он был очень зол, что его отец мог быть так великодушен к тому, кто этого не заслуживал. У меня есть новости для вас. Никто из нас не в состоянии указать пальцем на кого-либо еще. Но по милости Божьей это я. Вы слышите это сегодня утром? Божья милость невероятна. Он протягивает руку, он обнимает тех, кто не в состоянии помочь сам себе, те, кто думает, что у них все получилось, как у фарисеев. Богу очень трудно добраться до них, но им не нужен. А тем, кто бессилен и слаб и беспомощен, тем, кто считает себя нечестивым, тем, кто знает, что он грешники, им не нужно говорить это, они это знают. Последний момент. Вот там, кто сидит сзади, встаньте и поделитесь с нами этим утром, потому что у нас есть только один вопрос к вам. Почему вы до сих пор один там сзади? И покайтесь немедленно. Я приду раньше, на следующий раз. Есть все еще время пересесть. Я беру это из стиха 10. Хорошо, давайте послушаем, когда мы были врагами. Итак, моя точка зрения — враги. Прочтите весь стих, пожалуйста. Мы примирились с Богом с смертью Сына Его, тем более, примирившись, мы будем спасены Его жизнью. Итак, главное слово — врагами. Большое спасибо. Итак, появилось слово «враги». Является ли милость Божья даром? Конечно, это дар, потому что нам нечего предложить Богу. Иногда я просто ошеломлен, когда вижу призывы к людям прийти и отдать себя Богу. Потому что я не отдаю что-то Богу. Пора мне открыть глаза, чтобы увидеть, что Бог даёт мне что-то. А спасение — это когда я, наконец, отвожу взгляд от себя и понимаю, что это щедрость Божья. Это не моя готовность отдаться Ему. Что я Ему предложу? Эту жалкую и грешную жизнь моему милому Богу? Что мне предлагает Бог? У каждого из этих четырёх есть что-то общее. Ну же, что общего в этих четырёх стихах? Я начинаю чувствовать себя очень слабым. Что это было? Я всё ещё не услышал. Пожалуйста, повторите. Мне кажется, что я в морге. Повторите это ещё раз. Дайте, пожалуйста, микрофон. Они всё ещё не слышат её. Это как в морге. Смерть Иисуса. Ты, наконец, разбудила святых. Это большое достижение. Большое спасибо. Все эти четыре вещи имеют общее. Иисус умер за нечестивых. Когда мы были грешниками, Иисус умер за нас. Это общая нить. Если у вас когда-либо возникало искушение думать, что вы можете что-то сделать, чтобы заслужить милость Божью, пожалуйста, покайтесь. Это наше состояние помимо милости Божьей. Итак, это было просто небольшое предварительное упражнение, чтобы увидеть, готовы ли мы начать копать прямо сейчас. Это поверхность. Теперь давайте перейдём на более глубокий уровень в этой главе. Здесь мы сосредоточимся на двух стихах. Позвольте мне просто стереть доску. Это очень щедро с вашей стороны. Спасибо. Спасибо. Можем ли мы включить ещё одно? Может быть, хороший человек. Если был хороший человек, здесь говорится, что кто-то может умереть за этого человека. Поэтому кто-то может чувствовать, что он хороший человек. Но Бог тоже умер за них. Мы должны быть строго библейскими в этом не так, или нет ни одного праведного, нет ни одного. Но если кто-то умрёт, это означает, что он будет хорошим человеком. Он будет думать, что этот человек был хорошим по сравнению с тем, что я не уверен, но нет праведника. Христос единственный хороший человек, а за хорошего человека можно и умереть. Если они думают, что они хорошие люди, Христос умер за них, чтобы избавить их от этого заблуждения. Я думаю, мы, вероятно, прикрыли их здесь, потому что, если они думают, что они хорошие люди, в каком состоянии они на самом деле? Они безбожники, они отражают отсутствие в них Бога. Когда Бог не в человеческом уме, мы начинаем думать эти сумасшедшие мысли. Фарисей был классическим примером Иисус, когда у них князь говорил с фарисеем, он сказал им именно то, что он думает о них. Вы гробы окрашенные, полны костей мертвецов. Вы не те, кем вы себя мните. Но я ценю точку зрения, пастор Лерой. Это интересная мысль. Я знаю многих людей, которые относятся к этой категории. И наша привилегия по милости Божьей помочь им увидеть, как вы они на самом деле, каково их истинное состояние на самом деле. Римлянам 5 глава, стихи 9 и 10. Римлянам 5 глава, мы все еще в Римлянам 5 глава, но мы сейчас смотрим только на два стиха. Стих 9 и стих 10. Это то, что известно как параллелизм или параллельный отрывок в Писаниях Павла. В 9 стихе есть два утверждения и они противопоставлены двум утверждениям в стихе 10. Мы собираемся назвать первое утверждение А и второе Б В 9 стихе есть утверждения А и Б, которые контрастируют с утверждением А и Б в 10 стихе. Итак, продолжайте вместе со своим партнером и быстро определите два утверждения в стихе. Пожалуйста, нарисуйте это, чтобы они были перед вами. Определите два утверждения в стихе 9, а затем параллельные утверждения в стихе 10. А потом мы подробно рассмотрим их. Это не должно занимать больше двух минут, чтобы сделать это, если вы на самом деле разговариваете друг с другом. Хорошее начало. Спасибо за то, что вы настолько готовы, ребята. Рад вас видеть. Займите свое место. Собрали все это вместе? Я имею в виду... Я спросил, у вас все получилось? Ты сказал, у меня получилось. Она в ударе этим утром? Это утверждение. А. В каждом тексте есть утверждение А. В каждом разделе есть утверждение Б. Они почти параллельны друг другу, но с небольшими различиями. Формулировка может немного измениться, но мысль та же. Всякий раз, когда вы видите подобный параллелизм и собираете его вместе, второе утверждение будет увеличивать и расширять первое, что делает это довольно захватывающим. Итак, хорошо. Пожалуйста, обратите внимание. Довольно серьезно выглядит эта группа, которая изучает, они копают глубоко. Все держат лопату. У меня здесь встречают с необыкновенным гостеприимством. Посмотрите на это. Давайте, ребята, послушайте внимательно. Послушайте. Послушайте. Гораздо более. Я еще не задал вопрос. Но мне нравится то, что вы уже говорите. Это здорово. Отлично. Дайте мне утверждение А из стиха 9. Первое утверждение, которое должно появиться на доске. Гораздо более, будучи оправданы кровью его. О, какая у нее мудрость. Она тут же остановилась. Аминь. Спасибо, что остановились там. Оправданы его жизнью. Вау. Теперь я прошу кого-нибудь дать мне параллель А с утверждением из стиха 10. В стихе 10 есть утверждение, аналогичное утверждению в стихе 9. Вон там кто-то сидит. Вот рука. Мы любим волонтеров, добровольцев. Примирились его смертью. Прочите нам еще раз из стиха 10. Примирились. Отлично. Примирились. Примирились его смертью. Прекрасно. И так у нас есть наши первые параллельные утверждения, которые я называю А утверждением, оправданные его кровью. Примирились его смертью. Это почти то же самое, но не совсем. Павел расширяет свое первоначальное утверждение. Кстати, он делает это все время. Давайте выведем Б утверждение сейчас. Первое утверждение в 9 стихе. Давайте подойдем сюда к правому крылу. О да, он знает, что я смотрю на нее. Наконец настал твой момент под солнцем. Какой адекватный ответ. Первое утверждение и стиха 9. Я имею ввиду вторую часть 9 стиха. Кстати, вес корабля тонет полным ходом. Оправданный его кровью. Это уже было. Я ищу Б утверждение. Второе утверждение. Гораздо больше мы будем спасены им. Если вы не считаете все это, вы несправедливы к Павлу, прочтите еще раз, пожалуйста, не пропускайте ни слова. Гораздо больше мы будем спасены им от гнева Божьего. Хорошо. У кого-то есть другой перевод? Мы спасены от гнева через него. Так читаются многие версии. Хорошо. Спасены от гнева через него. Очень хорошо. Первое из наших Б утверждений спасены от гнева через него. И утверждение Б из стиха 10. Давайте перейдем к этой второй, этой большой средней части здесь. Вот здесь, о да, там есть рука. Хорошо, спасибо. Давайте послушаем. Тем более примирившись, мы будем спасены его жизнью. Спасены его жизнью. Вау. Вау. Итак, у нас есть утверждение А и у нас есть утверждение Б. Давайте посмотрим, слышим ли мы их. Это очень ожидаемо выглядящая группа здесь. Посмотрите на эти выражения здесь. Вау, вау. Потому что они подавали большие надежды. Давайте посмотрим, о чем вы здесь думаете. Не заводите меня. Мой отец был великим шутником. Есть две вещи. Послушайте внимательно. Я сейчас смотрю на А утверждение. есть две вещи, которые возможно мы могли бы найти общего между А утверждениями. Это чудесный момент над солнцем. Здесь и сейчас, который, я думаю, иногда попадает сюда. Это все о нем. Это слишком распыщ. Это в целом. Для меня я могу справиться со спецификой. Это об Иисусе, умирающем за нас. Первое, кстати, отлично, первое, что вы еще не сделали, вы только на полпути. Но первое, что мы замечаем, это то, что утверждение А это все о смерти Иисуса. Они сосредоточены на Его смерти. У нас есть смерть и кровь. Это первое утверждение. Другая вещь, что может и не торжественно, но все же можно заключить, что у них много общего. Что еще? Вы можете передать другим вашей команде эстафету, если вы хотите. Все еще в утверждениях А. Что есть еще, что мы можем теперь заключить общего в А утверждениях? Мы могли бы, но давайте оставим это маленькое выражение в покое и посмотрим на что-то более солидное здесь. Используйте микрофон поближе, пожалуйста, чтобы я мог насладиться этим. оправданы и примирились. О, большое спасибо. Да, оправданы и примирились. Оба связаны с искупительной смертью Иисуса. Да, очень хорошо. Через искупительную смерть Иисуса мы оправданы. Мы примирились. Вау! Кстати, здесь сегодня утром есть кто-нибудь, кто разбирается в корне, означающем оправдание в греческом языке. Это имеет очень определенное корневое значение. Билл? Исправление это термин из коммерческого мира. Это печатный термин и спасибо за это. Это прямой край, где бумага была прижата к нему. Но корень значения в греческом языке с теологической точки зрения очень важен. Опираясь на то, что только что сказал брат Билл, это неплохое выражение, установка прямо, но это на самом деле немного сильнее, чем в греческом. Так мы обычно описываем это. Не выкрикивайте, пожалуйста. я беру вас за руку, к счастью для вас, потому что это не значит, что вы сделали праведным. Это единственное, что оправдание не означает. И если ты сделаешься праведным, ты двигаешься ниже сюда. Оправдание не в этом. Вы должны быть в состоянии ответить на это. Из-за прекрасной молитвы, которой ты молился вчера, объявлен праведным. О, выкрикни это. объявлен праведным. Мне грустно из-за отсутствия ответа здесь. Я точно знаю, что ты чувствуешь этот момент. Но мы хотим, чтобы вы сказали это в третий раз, чтобы получить ответ здесь в третий раз. Бог объявляет нас праведными. Мы объявлены праведниками. Кстати, к того, кого Бог объявляет праведным, Он затем предлагает привлечь их стать праведным. У меня мурашки каждый раз, когда это звучит. Через искупительную смерть Иисуса без моего вклада. Потому что мне нечего внести кроме моей большой нужды как безбожного, нечестивого, грешного человека. Итак, Бог берет Иисуса невероятно и позволяет с Ним обращаться. Конечно, я цитирую известного писателя. С Ним обращались так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами обращались так. Разве это не прекрасное утверждение, как того заслуживает Он? Я надеюсь, вы услышите это сегодня утром. Как вы думаете, почему Иисус на кресте воскрикнул, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А отец отвернулся и сказал, пусть Он умрет. Потому что не Своего любимого Сына Бог видел на кресте. Невероятно! Бог видел меня. Бог видел меня. Он видел вас. Потому что Иисус, это один из моих любимых стихов, 2 Коринфянам 5.21. Иисус стал грехом ради нас. Тот, кто не знал греха, чтобы мы могли стать праведностью Бога в Нем. Это настолько важное утверждение. Я собираюсь сказать это здесь. Но если вы хотите святой жизни Иисуса, вы должны сначала принять Его искупительную смерть. Вы должны дать Ему привилегию взывать к Его Отцу, с которым Он никогда не разлучался на протяжении всей вечности. Почему ты оставил меня? Потому что в глазах Отца Он сделался грехом. Кстати, однажды утром я сидел в своем офисе в Вашингтоне округ Колумбия. Я жил в Вашингтоне более 20 лет. В дверь ворвался молодой человек. Он почти запыхался и сказал ты пастор адвентистов седьмого дня? Я сказал да. Он сказал у меня есть вопрос надеюсь ты сможешь на него ответить? Я сказал я тоже. Какой у тебя вопрос? Он сказал это сложный вопрос. сказала возложи это на меня. Иногда так проявляется мой юмор. мне нравятся такие моменты. Он сказал есть ли благодать церкви адвентистов седьмого дня для практикующего гомосексуалиста? я сказал это отличный вопрос. Это именно то что мне нужно на завтрак. Он сказал о вы не можете ответить. Я сказал конечно я могу ответить. Но есть два возможных ответа. Библейский ответ и реальный ответ. Я принадлежу к церкви которая не так далеко отсюда. Я предполагаю что вы практикующий гомосексуалист. Он сказал да мне 25 лет. Я практикую это около десяти лет. Я сказал понятно. Я сказал если ты скажешь это в моей родной церкви я не уверен что ты найдешь там благодать. Откровенно говоря мне жаль говорить вам это. Но если ты хочешь услышать Божий ответ и мы пошли по римлянам 5 глава и я помог ему увидеть без Божии бессилие. Потом Бог дал мне отличный вопрос для этого молодого человека я сказал ему это люди получившие милость Божью в римлян 5 глава ты подходишь под эту категорию? Отличный вопрос. И он начал плакать. Он сказал ой я подхожу под каждую из этих категорий это я. Он был настолько облечен я спросил тебе когда-нибудь приходило в голову? И я поделился с ним что когда Иисус висел на кресте он фактически позволил его имени быть измененным. здесь было написано новое имя этого молодого человека звали Джон. Я сказал имя Джон было видно на челе Иисуса когда его отец посмотрел вниз он увидел Джона. Иисус был вынужден кричать почему ты оставил меня потому что в глазах отца он стал Джоном. Я сказал между прочим что отец увидел когда он смотрел на Иисуса на кресте он увидел там Джона что отец увидел висящим на кресте и этот парень покачал голову он сказал ни за что я сказал ну же давай Иисус стал грехом ради тебя что увидел Иисус когда увидел Иоанна Джона висящего на кресте он сказал ему пришлось увидеть 25-летнего гомосексуалиста я сказал это то что он увидел и все это в сыне божьем в котором самом греха не было Иисус позволил себе представить себя 25-летним практикующим гомосексуалистом который заслуживает смерти как и все мы я сказал ты когда нибудь думал о том чтобы посмотреть вверх и просто сказать Богу благодарю это опасно потому что в тот момент когда вы это сделаете вы можете прийти к Богу таким какой вы есть но благая оно в том что он никогда не оставит вас таким каким он находит вас если ты поднимешь голову прямо сейчас и скажешь Богу спасибо за то что ты умер как я как практикующий гомосексуалист который ненавидит себя спасибо за то что ты продемонстрировал свою любовь ко мне если ты готов сделать это Святой Дух будет излить свое сердце и ты начнешь путешествие которое никогда не закончится путешествие в Царство Божье в одно мгновение ты станешь сыном живого Бога уже не рабом греха а рабом праведности как только в тебя войдет живой Христос я сказал это большой риск у тебя есть определенный образ жизни который нужно принять во внимании я не суждает тебя да запретит мне Бог Бог принимает тебя здесь с распростертыми объятиями он умер ради тебя как ты я позволил Иисусу умереть за меня много лет но я никогда не позволял ему умереть как я я никогда не позволял всему что я есть падать на Иисуса этот парень упал на колени я никогда не забуду этого он плакал и слезы текли из его глаз как из фонтана я сказал просто скажи Богу слово спасибо за то что ты так любишь меня и в один момент как только он сказал эти слова значит что произошло дух живого Бога был высвобожден из жизни этого молодого человека я много лет служил членом гомосексуального общества но мне пришлось покаяться потому что никогда до этого момента не предлагал всей полноты благой вести на самом деле я никогда не давал практикующему гусемскую листу возможность больше не быть порабощенным этой привычкой их образа жизни я фактически обрекал их на безбрачие на всю оставшуюся жизнь и Бог показал мне что я должен предложить им все Евангелие разве Бог не может избавить кого-то так как Он избавляет любого грешникова пойманного в любом грехе и этот молодой человек скачал с колен он бросился мне на шею обнял он сказал слава Господу значит ли это что я теперь заново рожденный гомосексуалист я сказал я не думал и мы начали общаться друг с другом он до этого не был крещен мы начали изучать эти вопросы еженедельно его образ жизни в водочасти стал радостью для созерцания он разорвал все отношения он начал готовиться к тому чтобы стать частью народа Божьего но через полгода в два часа ночи он мне позвонил он плакал он сказал я облажался я взорвался я потерял все я сказал эй это Джон сын живого Бога это Джон которого я знаю который поблагодарил Бога за то что он умер вместо него он сказал я облажался я встретил парня отвел его домой я сказал Джон позволь мне сказать тебе кое-что доказательство того что ты веришь в смерть Иисуса не зависит от того ошибаешься ты или нет она зависит от того ошибся ли Иисус ты все еще сын живого Бога да ты накосячил но разве мы все не косячим приходи ко мне домой я знаю что сейчас два часа ночи и я провожу тебя обратно к Отцу потому что великим доказательством того что ты веришь является то что вы не корите себя когда совершаете ошибку потому что Бог не отнимает у вас оправдание вы не заработали это это во первых не сделали ничего чтобы заслужить его в каком состоянии ты был когда получил это врагом нечестивым грешником и абсолютно бессильным ты не сделал ничего чтобы заслужить привилегию оправдания поэтому когда вы делаете ошибку вы не теряете его вы возвращаетесь к Отцу и раскаиваешься он обнимает тебя он напоминает тебе что ты все еще его ребенок разве это не благая весть вот этот ребенок по телефону говорит я потерял все я сказал Джон ты ничего не потерял вернись к Отцу и дай ему знать что ты все испортил но все в порядке он укрепит тебя и ты будешь дальше расти в его подобии он вернулся он раскаялся и продолжал расти посещая церковь и однажды мой телефон засвонил это был Джон он сказал у меня есть новости для вас я сказал я не могу дождаться просто подожди минутку я вытащу он говорит я просто хотел сказать вам что иду на свидание я сказал о, аллилуйя еще раз мой объемный рот к сожалению слишком быстро открывался я сказал с каким полом я сказал Джон прости меня я никогда не должен был говорить это я знаю что ты бы не позвонил если бы не пошел на свидание с молодой женщиной он сказал я в ужасе я сказал я понимаю это довольно страшно даже если ты гетеросексуал он сказал я так боюсь этого свидания он поинтересовался пастора не пойдете ли вы со мной на свидание я сказал Джон ни за что но я сказал ему знаешь что приходи ко мне домой и мы поговорим о правильном этикете при свиданиях во время свиданий потому что поверьте мне вы можете спросить об этом моих детей я большой эксперт в этих вопросах я поделился с ним всем своей мудростью и он пошел на свое первое свидание продолжал встречаться с этой девушкой однажды вечером у нас был социальный вечер субботний вечер в нашей церкви и Джон привел эту девушку чтобы познакомиться со всеми нами очень застенчиво привел ее милая девушка я сидел в группе около 10 молодых парней мы просто сидим обнявшись в кругу он подошел и представил девушку всем нам и они вместе сели присоединились в нашей группе она была единственной девушкой в группе поэтому я подумала что я была немного не по себе она извинилась встала подошла к столу полному вкусняшек вы ребята особенно вы молодые парни в этом помещении вы знаете что будет делать куча парней если привлекательная девушка окажется в кругу поэтому она выходит встает из круга все краснокровные парни все идут я сижу рядом с Джоном я обратил внимание на его глаза он стрелял глазами на девушку он сказал что я сделала не так я сказал о, ты ведешь себя как гетеросексуал у него была такая широкая улыбка на лице и он сказал вы знаете это первый раз когда я действительно почувствовал влечение к представителю противоположного пола я сказал ты же знаешь что Бог делает с тобой Он восстанавливает тебя полностью возвращая к своей благодати кстати Джон недавно женился и он уверяет что он умер и попал в рай я подумал почему я когда-либо сомневался в благодати Божьей несмотря на то что условий что люди могут попасть в благодать Божью достаточно вы верите в это вау один вопрос прежде чем закончить сегодня утром завтра я собираюсь развить это полностью но я хочу открыть эту дверь сейчас я хочу чтобы вы заметили что мы только что рассмотрели а утверждение но утверждение Б довольно интересны потому что они не сосредоточены на искупительной смерти Иисуса кто ясно видит то на чем сфокусированы утверждения Б мне нужны руки кто ясно это видит вот там сзади микрофон уже идет к вам о он возле вас он спасает нас да но я думаю об Иисусе теперь давайте что такого в Иисусе что становится в центре внимания в утверждениях Б извините я не крестально ясно изложил вопрос жизнь Иисуса это свет большое спасибо за то что вы ясно это увидели мы были здесь до его смерти но теперь мы смотрим на его жизнь а еще тут как раз говорится через него но параллельный отрывок помогает нам понять что это отсылка к его жизни теперь я бросаю этот следующий вопрос потому что я скоро буду вынужден закончить в 10.30 или в 11.30 ну я попробую мы только разогреваемся вот главный вопрос для вас это вопрос уровня семинарии но я уверен что вы ребята справитесь с ним есть что-то в утверждениях Б я еще не добрался до уровня семинарии потому что это другое что общего у этих двух утверждений и наша сестра сказала это минуту назад скажем еще раз ваш первый ответ спас нас это упор на том что мы спасены в обоих случаях спасены а теперь мой вопрос уровня семинарии в этих высказываниях есть что-то такое что не связано напрямую с тем что мы спасены или что не связано со спасением это подразумевается в этих двух стихах и особенно если вы видите что это написано вот так это должно быть кристально ясно для вас что-то чем мы не спасены и вот здесь в определенных уголках земли снова поднялась рука давайте вернем микрофон спасибо Рон позади тебя вот там мы не имеем от мы никакого отношения я думаю это справедливое замечание но вы не взяли это из текста но это может означать но я ищу что-то более прямое из текста вот женщина которая улыбается она подняла руку я до сих пор не знаю вашего имени Ванда хорошо спасибо Ванда его жизнь через нас вот что связано с понятием быть спасенными я спрашиваю что не связано быть спасенными это юная женщина сегодня утром сыграла невероятную роль она вероятно нашла это спасены от гнева это то от чего мы спасены я не спрашиваю от чего вы спасены вот там да здесь говорится им это все касается его да но мой вопрос что не связано с быть спасенными не выкрикивайте пожалуйста я сказал им что это был вопрос уровня в семинаре так что ответ не получится так легко что-то есть в этих двух стихах что-то что не связано напрямую с быть спасенными хотя весь христианский мир верит именно так вы выкрикиваете что является непростительным грехом не выкрикивайте пожалуйста здесь есть что-то не связанное напрямую с быть спасенными эта группа здесь необычайно активна это наша собственная жизнь и усилия которые не связаны я вникаю в всех гораздо больше чем вы есть что-то в этом стихе что указывает на это в стихе нет ничего о наших собственных усилиях но есть что-то еще в стихе что указывает о аллилуйя она воскресла слово ибо и тем более это интересные слова и завтра утром я я вспомню что вы это сказали и вернусь к вам с очень коварным вопросом об этом будьте готовы завтра вы должны сидеть на переднем сиденье гнев хорошо но я все еще не слышу правильного ответа вот еще одна рука в обоих случаях слово быть спасенными есть так что оно подразумевает что с нашей стороны не было проделано никакой работы это утверждение а может быть это намек но это гораздо более четко изложено в самом стихе мы спасены его жизнью не его смертью где вы были все утро прямо здесь и сейчас она говорит скажите давайте послушаем это снова мы спасены его жизнью а не его смертью вау вы слышите это слово с необычайной ясностью слава богу сестра займите то же место завтра я задам вам первый большой вопрос который возникает отличная наблюдательность мы спасены его жизнью а средний христианин говорит что Иисус умер чтобы спаси меня это не Павел говорит Иисус умер чтобы оправдать меня Иисус умер чтобы примирить меня чтобы я мог быть спасен его жизнью вау вау и это открывает огромную дверь для нашей встречи завтра утром у меня есть один вопрос прежде чем я закончу у меня есть книги кассеты видео и DVD там в задней части столовой кто-нибудь хочет пойти туда после собрания сегодня утром если да то я смогу быть там или я открою его сегодня после вечернего собрания просто проверим здесь почву чтобы я знал как вы думаете кто-нибудь хочет прийти сейчас хорошо несколько человек тогда я пойду туда сейчас мы также откроем его после вечерней встречи сегодня вечером давайте вместе встанем прежде чем мы закончим давайте склоним наши головы наш любящий отец небесный какой ты щедрый бог отче ты допустил чтобы Иисус стал грехом ради нас чтобы мы могли стать праведностью Божьей отец как мы можем отблагодарить тебя потому что позволив Иисусу стать грехом ради нас ты позволил нашей вине нашему осуждению нашему суду даже нашей смерти пасть на него тем самым освобождая нас чтобы мы могли переходить с ним и наслаждаться близостью с ним каждый день нашей жизни благослови нас отец сегодня когда мы думаем об этом чтобы постоянно восхвалять тебя за искупительную смерть Иисуса потому что это отделило его от тебя и он вкусил то что в конечном итоге вкусят все грешники которые не откликаются на твою прекрасную благодать возложи руку на каждого человека здесь сегодня отец сделай этот день восхитительным чтобы ходить в духе и воздавать тебе славу мы восхваляем тебя во имя Иисуса и во имя драгоценное аминь спасибо за очень активную группу сегодня аминь